Всем привет, мои хорошие! С вами Сей Лена Свой. Сегодня мы будем красить мои волосы. Я вообще не знаю, что там получилось внутри. Перед тем, как приступить к окрашиванию, я зашла на ютубчик посмотреть. Сейчас я вам покажу. Посмотреть, короче, окрашивание некоторые. Как ложится лунда. Я взяла привычный свой 1281, который делает красивый цвет. Это отличный корень. Но по длине надо что-то делать с волосами. И не было 981, по-моему. Там были десятки. Одну из них я уже брала. Короче, в предыдущем видео во блоге. Я там в магазине прям стою, показываю раскладку. И, короче, 881 я взяла. Сейчас зашла на ютубчик. Начинаю смотреть Папа Блонд. Он как раз рассказывает немного про эти. Он, конечно, миксует там кучу всяких разных цветов. Показывает очень красивые цвета. Он, видно, профессионал своего дела. А мы же ищем пути попроще. Он легких путей, говорит, не ищет. А вот я ищу легкие путя. Но послушав его видео, я думаю, блин, что-то мне кажется, я сейчас как намудрю. Если я 1281 бахну корни, а по длине 881, мне кажется, у меня будут просто реально светлые корни. И будут такие серые какие-нибудь, ну, длина. Я боюсь немного. Может, надо чуть-чуть меньше подержать. Короче. А, и еще, ладно, осветление. Вот это 1 к 2 мы делаем, да? 1281. А он еще делает 1 к 2. Он еще и тонировку делает 1 к 2. Я обычно 1 к 1 делаю. Но можно 1 к 2 сделать. Короче, для начала, что я решила сделать. Распустить свои волосы. И попробовать покрасить какую-то прядку. 1, 1281, наверное, на 3 процентов, у меня меньше нету процента, да? На 3 процентов 1 к 2, да? Покрасить прядку, подержим и посмотрим, насколько оно будет светлое, серое. Не слишком ли у меня вообще затемняться волосы. Потому что в целом, конечно, я хочу себе яркий, красивый блонд. Такой, знаете, солнечный. Вот там вот он показывал. Такие блонды красивые вообще. Поэтому сейчас мы берем, короче, прядку где-то вот здесь, вот внизу, наверное, сильно у волосах, вот у лица здесь не будем делать. Возьму вот эту прядку и намешаю прям чуть-чуть. Посмотрим. Давайте я попробую, чем бахать все волосы. Что-то я переживаю. А вот пока лазила, нашла краску. Вот 10-8 я красила 1 к 1 на 3 процентах. Длину свою. Ничего не изменилось вообще, на мой взгляд. Это вот печалька. А может быть мне взять и замиксовать 10-8 и 8-8-1? Такого папа блонд не показывал. Наверное, он бы ужаснулся. Вот прям капнуло чуть-чуть краски и чуть-чуть оксида. Вот как бы 1 к 2. Единственное, что у меня 3 процента, конечно, не 1,9. Было бы 1,9 лучше. В общем, сейчас перемешаю. И нанесу на прядку. Короче, я беру прядку где-то вот здесь из середины. А я чуть-чуть, у меня получилось как-то так это намазать. Совсем чуть-чуть сделала. Еле размешала. В общем, пальцем все вот так прям сделаю. Вот так вот. Прям всю ее намажу. Одну прядку. Так, конечно, я не заморачивалась еще. Но что-то мне страшновато просто. В общем, вот так. Вроде намазанная вся. Ждем. Прошло 10 минут. Мне кажется, прядка такая уже немного подтемнилась, подтонировалась. Мне кажется, можно ее попробовать смыть. Чтобы она не была сильно темной. Помыла. Но мне кажется, прядка довольно-таки темная. Сейчас посушим. Что у нас получилось? Я посушила. И вы можете видеть вот эту разницу. В принципе, вот мои, которые здесь, да, и которые покрашены. Они прям, ну, темноваты на самом деле. Мне кажется, вот в этот цвет можно прям бахнуть вместе с корнями мне. Просто. И будет один цвет тогда. Эти чуть-чуть может поднимутся. Хотя может желтинка еще возникнуть. А эти затемнятся. Ну, в целом, я думаю, было бы неплохо. Но мне не нравится. Не, не хочу я такие темные. Темные-темные. И, кстати, у Папы Джонс. Почему мне Папа Джонс хочется сказать, а не Папа Блон? У него же, что он сказал про 12-ю серию. Знаете, я еще это отметила. Он говорит, 12-я серия, да, там 12-81. Они работают там 1 к 2 на 9-12%. Вот. Типа хорошо. Ему нравятся классные цвета. Вот он иногда ими пользуется. Хотя он любит порошки. Кто не знает, Папа Блон, я тоже просто не знала о нем. Мне много писали. Посмотри, посмотри его. Я сейчас просто начала искать окрашивание. Наткнулась на его ролик и решила посмотреть. В принципе, все доступно, понятно, популярно рассказывает. Он как бы профессионал, любит блонда. Он сказал, что я не рекомендую, я так поняла, наносить этот 12 по длине. Потому что может получиться грязно, может получиться не то, что вы ожидаете, или вообще ничего не получится. Но он ничего не сказал за то, что это очень сильно травмирует волосы. Как многие мне пишут, что ни 12-й уровень, ни там от волос ничего не останется. Вот. Ну, как я вам говорила, вот первый раз я когда покрасилась, так было хорошо. Я 12,81 вот этот, да, сделала и на корень, и на длину. И такая красота получилась. Правда, подсмелась немножечко, да, там тонировочка. Но сам факт, что был очень долго хороший цвет. Поэтому вот эту темноту, я, конечно, зря купила краску. Блин, почти 500 рублей стоит. Зря я ее купила, получается. Ну, может, я ее куда-нибудь добавлю потом, да. Мы ее оставим. Получается, что мы сделаем сейчас? Я возьму эту краску 12,81, покрашу ею корни. Вот так сейчас я еще не делала. Покрашу ею корни на половинки. А, может, и делала. Вот самый первый раз я так и делала. А вторую половинку на 3%, 1 к 2, сделаю по длине. Ай, посмотрим. Да, вот не работает оно, типа, там на мелких процентах, типа, портит волосы. Но я, давайте, буду отталкиваться от своих волос. Если я буду видеть, что мои волосы портятся как-то, то я перестану это делать. А если они, я вижу, шелковистые, послушные и все меня устраивает, то я не перестану так делать. В общем, поехали, намешиваем для корней. А еще я забыла переодеться, конечно. В футболочке одной из новых решила покрасить волосы еще и в черной. Пойду переодеть. Я мешала здесь 30 грамм нашей краски, 60 грамм оксида 9%. У меня еще батарейка садится, блин, здесь. Еще мне очень не нравится, как размешивается эта лонда, вот минусы такие. И мне не нравится, что она очень густая, эта краска. То есть я бы наносила ее намного быстрее, и все было бы размазывалось, особенно по длине, намного быстрее, если бы она не была такой густой. Вот, короче, долго, нудно ее надо мешать, уже рука устает. В общем, пока я буду ее мешать, потом нанесу на корме, на корме, не сильно заходя, да. Потом вернусь, пока на зарядку поставлю камеру. Вообще, сейчас такой период жизненный, не очень мне, конечно, вот эта вот каясть здесь красится. Я сейчас прям в лом краситься самой, куда-нибудь бы пошла, чтобы меня покрасили быстренько, и все. Вот. Ну, так как с контентом немножко печалька сейчас, да, мне не удается много влогов для вас снимать. У меня свекров в гостях. Свекров. Что с моим волосом? Свекров в гостях? Свекров. А, да, свекров. Короче, свекров в гостях, и хочется, ну, как-то, я не знаю, посидеть, что ли, телек позырить, поболтать, чай попить. Вот так хочется посидеть. А надо бежать то туда, то сюда, то красить волосы, то снимать видео. Вот такая вот тяжкая судьбинушка блогера. Попозже к вам вернусь. Не отходите далеко от экранов. Здесь я намазала свои корни, и хочется мне уже сразу намешать красочку. Еще здесь даже осталось, смотрите, красочка. Вот у меня достаточное количество. Я думаю, прям сюда еще один к двум по всей длине сделать этой же краской только на 3%. То есть, ну, вот так вот я вот, понимаете. Конечно, я не профи, и за мной повторять, наверное, нельзя бы. Я бы не рекомендовала никому. Но я вот хочу максимально упростить, и я уверена, что есть какой-то выход. Там 30, значит, мне нужно 60 миллилитров 3 оксида. 3 оксида. Чтобы оно так одновременно все у меня и доходило. Так, вот. 60 оксида. На 3%. Кстати, я не делала на 3, я же делала на 6. Ну, ладно, раз уже налила на 3, пусть будет на 3. Тем более, там немного на 9 осталось, да? Нормально. И прям вот сюда, прям я и наливаю, смотрите, в эту же краску. И выдавлю оставшуюся красочку. Вот она, 12,81. В общем, разные рецепты все время мы с вами пробуем, да? Точнее, я пробую, вы наблюдаете. И просто офигеваете. Кто-то офигевает, кто-то нет. Кто-то такой же экспериментатор, как и я. Все, размешиваем теперь все это дело. Надеюсь, так можно было делать. Мешаешь, мешаешь, мешаешь. А оно комками все еще. Вам не видно? А оно все комками. Кстати, я красила сейчас корни по рецепту Кристины. Вспомнила о ней. Думала, давно не созванивались. Надо созвониться. Сейчас пока краску нанесу. Пока будет краска на волосах. Надо с кем-нибудь созвониться. До кого дозвонюсь, вперед. Краски много. Я думаю, что я сейчас обиленько прям выможу все на свои волосы. Да, а Кристина, кто не помнит, рецепт у нее был такой, что мы берем, так разделяем. Например, мы красим на одной вот здесь вот толсто красочку, да, а на этой стороне не красим. То есть вот здесь накрасили толсто, перевернули сюда, накрасили толсто. И понимаете, да, с одной стороны все время красишь. Вот я сейчас попробовала, очень быстро намазала, спешу как раз. Вот, теперь я беру перчатки наши, одеваю. Как я по длине крашу? И, конечно, очень сложно, когда ты кисточкой каждую прядку прочесываешь. Это я маму прошу обычно так делать. Пока я сижу, вковыряюсь в телефоне или просто с ней болтаю, она там занимается волосами. Но когда я сама, конечно же, я немного по-другому все это дело делаю. Сейчас вот так вот мы еще проэмульгируем это, чтобы там везде прошла краска, где не прошла. Я беру просто вот так вот пряди и, девчонки, я руками прям намазываю, потому что, ну, кисточкой вообще неудобно. Вот так. Вот так. Вот эти прядки. Другую пошли. Сначала я наношу вот так понемножку, чтобы распределить, чтобы на каждой прядке была там краска, да. Вот так вот. Потом можно и водичкой к концу ближе там попшикать. Короче, поняли, да? Лишь бы как. Запах ужас! Просто глаза режут. Можно взять тоненькую расчесочку. Хотя многие мастера вообще не рекомендуют, по-моему, расчесывать. Расческой. У меня еще краски осталось. То есть я могу еще эмульгировать и эмульгировать. Размазывать все и размазывать. Густая, очень густая. Вот это мне не нравится. Найти бы такую же хорошую краску, только не такую густую. Вот мой бы способ был вообще великолепен, согласитесь? Еще бы оно было все в пенке. Вообще кайф. Блин! Походу я испорчу свою новую кофточку. Вообще я взяла специально, видите, такая она в пятнах вся, чтобы пятна гармонично смотрели здесь. Так. И начали ремонт. Супер. Ааа, хочу подышать. Ааа, свежий воздух. Ааа, кашуаль. И вот начнем, наверное, сверху, потому что фасад для нас важнее всего, правда? И вот с кончиков я немножечко для равномерности подращешу. Мне кажется, я промазала все. Все. Ждем минут 30. Может 20. И смываем. Я еще сейчас думаю, вот не могли бы они сделать так, чтобы не нужно было смешивать тысячу красок, для того, чтобы добиться какого-то красивого блонда. А сделали бы уже краски такие, вот бомба блонд, вот еще бомбичный блонд, чтобы там уже сделали чуть-чуть фиолетового, чуть-чуть коричневого, чуть-чуть красного, чуть-чуть пепельного. Чтобы не уходило ничего в зелену, в желтизну, в медность какую-нибудь. Нельзя, нет? Ох, мои крошечки. Все, короче, по моему голову. Наконец-таки осталась финишная прямая. Я вообще не знаю, что там получилось внутри. Но надеюсь, что все хорошо. Ну, мне кажется, что все хорошо будет. Надеюсь, что корни не желтые будут. То они немножко как будто желтят. Но в прошлый раз они тоже желтели, а потом, когда посушило, а они холодные. Позвонила Кристинке, кстати. Скоро вас ждут видосики с ремонтами. Да, все супер-пупер. Вот, удалось созвониться. С Кристюшкой хотя бы. Сейчас посушусь, и вообще с Любашкой еще надо созвониться. А то вообще все в делах, в заботах своих. Некогда. Головы поднять некогда. Так, что я хотела сказать еще? Забыла, что-то хотела сказать. А, по поводу волос. Мылочи. Я в Экспрессе взяла вот такой шампунь. Бомбичный аромат жвачки. Я попробовала его. Я намылила один раз. Один раз что-то мне не понравилось. Думаю, что-то оно не мылится. Но бывает, потому что краска на волосах, да. Мы же обычно два раза моем специально. Первый раз мы смываем жир, там грязь какую-то, да. А второй раз уже хорошо пенится. Обычно первый раз мы много шампуня кладем, чтобы все сделать, да. А второй раз, когда уже промываем, уже надо чуть-чуть шампуньки. Уже и пена появляется. На второй раз появилась и пена, и все классно. И аромат классный. Мне понравилось. В общем, шампунька нормальная. Дальше это уже будет видно, насколько жирнится будут волосы. Так, а бальзамчик я вот такой сделала и тоже в Экспрессе брала. Вот это мне нравится. Пантин. Потому что так как я покрасила волосы, и где-то я слышала, что Лонда сушит. Ну, после окрашивания, да. Вот смотрела видеоролик какой-то, и девочка говорит, Лонда очень сушит, и поэтому она ей не нравится. Вот. Но она все равно и красит, да. Наверное, потому что делает цвет хороший. Но я не заметила, что Лонда сушит. Но решила вот этим вот понтином, он от корня работает, объемчик такой делает. Я решила просто как раз от корня все сделать этим делом. И пока я мыла шампунем и пользовалась бальзамом, я не почувствовала, что мои волосы какие-то ужасные, скрипучие, где-то отваливаются. Знаете, бывает, смывочку ты сделаешь, моешь так волосы, я помню Кристину, когда красила, мою ей волосы. И понимаю, что то, что было до, и то, что сейчас, волосы изменились, состояние изменилось. И их срочно нужно чем-то залечить. Вот. У меня сейчас я такого не почувствовала. Хотя, поняли, да, по длине я там нанесла на 6% и держала 20 минут. Да, держала 20 минут. Потом пошла, проэмульгировала водичкой, еще 5 минут продержала все это вместе и смыла. Смыла. Давайте покажу, что у меня здесь на мокрые волосы сейчас. Красиво, да, вроде прям светится на свету. По-моему, вот, вот красиво, по-моему. Вот я бы по длине все время красила бы вот этим вот цветом. Вот так, на 12. Все классно, вот волосы разделяются, ничего не запутано. Классненько. Сейчас я еще и попшикаю своим спрейчиком для легкого расчесывания. Еще лучше будет термозащита, легкое расчесывание. Уже много раз показывала свой спрей. Так. Ну, мне кажется, любой спрей, который вам нравится, да, вы пшикаете, и он уже что-то делает с вашими волосами волшебно. Сейчас вот только бы не были бы корни желтей длины. Вот это я сейчас вот переживаю. Видите, даже видно, что у меня сейчас холодная длина, красивая, но корни чутка желтоватые. Но надо смотреть на сухой вариант. Вы же помните, да, мои девочки, мои ученицы? Я шучу. Я шучу. А, а расчесать волосы на мокрые? Конечно, хоть этого и нельзя делать, говорят, но мы расчесываем волосы на мокрые. Специальная расческа для мокрых волос. Смотрите, как классно. Да? Вот по длине какой красивый цвет. Свекровь пошла с малым гулять. Как раз придут, а я уже красивая. Надеюсь, что я буду красивой. Денька точно заметит. Он у меня всё замечает. Всегда говорит, мама, ты какая красивая мама. Слушай. Та-дам! В общем, вот что получилось. На камере прям даже ещё лучше, чем в жизни. Но это хорошо. Я же снимаюсь. Должна выглядеть хорошо. Что я, девоньки мои, вижу? Красивый цвет. Мне, в принципе, нравится вот этот цвет. Да? Такой вот, смотрите, жемчужный какой-то. Такой щериночка немножко есть. Корни. Я вижу. Может быть, здесь падает ещё свет. Хотя у меня холодный свет сверху падает. Немножко видно, что желтоватые корни. Напишите, как видно вам, да? Чуть-чуть желтоватые. Но они сравняются после первой же помывки. В прошлый раз, по-моему, тоже так было, когда мы красили таким рецептиком. Вот. В целом, мне кажется, я ещё не прокрасила во многих местах. Может быть, вам не видно, да? Но я когда пока сушила, мне кажется, где-то у меня были тепловатые. Особенно сзади. Вот сверху я так хорошо постаралась. А вот там сзади... Сейчас покажу. Какие-то моменты есть немного жёлтенькие, да? Скажите. Но это я увижу только тогда, когда буду монтировать. Вот здесь вот, может быть, нет? Вроде ровненький, да, цвет такой. Ну, короче, может быть, это так переливается на свету. Но мне кажется, что есть непрокрашенные участки. Вот. В целом, ну, ненадолго. Как помните, в прошлый раз тоже ненадолго охватила вот этой тонировочки, да? Она у меня быстро смылась. Но смылась красиво, равномерно. Начал появляться такой... Убираться вот этот холодный, да? И начал появляться такой натуральный, красивый, яркий блонд, который тоже мне нравится. Он яркий и красивый, да? И оно всё сравнивается с корнями. То есть нет какого-то такого, что, знаете, там... Вот сейчас покрасила, нет контраста. Что прям сильно жёлтые корни, да? И длина такая холодная. То есть достаточно красиво, терпимо, чувствую себя прекрасно. Дальше, чем больше мы смываем наши волосы и смывается пигмент, тем становится лучше, понимаете? Не хуже, что прям желтизна вываливается и ужас, а лучше. Становится блонд как-то ярче, сочнее, да? Ну, более тёплый. Сейчас он, например, холодный, а появляется такой более, что ли, тёплый, на мой взгляд. А может, даже и не тёплый. Просто яркий. В общем, мне нравится такой рецепт. Что касается волос, я уже сказала, они в хорошем состоянии. Сейчас я ещё... Вот маслица у меня заканчивается. Чи-маслица, да? Ой, вот так беру, немножко, да, размазываю и по кончикам прохожусь. Вот так вот. Можно не только прям по кончикам, вот так до середины доставать можно. Волосы, как видите, у меня блестят всегда. Раньше, девочки, вот чтобы вы понимали, кто смотрит мои волосы и говорят, Боже, 12 уровень, по длине нельзя, сейчас наверняка охнули. Ахнули все, да, в шоке, что я делаю со своими волосами. Возможно, не всем такой рецепт подходит. Всё зависит от волос. У меня волосы довольно-таки крепкие, да, и всё хорошо. Сколько лет. А раньше я красила девочки масс-маркетовской краской и всегда проэмульгировала по всей длине, периодически, да. Там вообще 12%, там осветляющий такой этот, и вы знаете, в масс-маркетах там уже в основном они не разбирают вот это 3%, 9, там 6. Бахают 12% и всё, я красила. И волосы у меня были всегда изумительные, они не портились с годами. Поэтому вот этот рецепт, наверное, мне подходит больше всего. Наверное, так я и буду красить. Пока не найду что-то новое. В салонах не кайф просто часами пропадать пока что. Но так у меня есть на заметочке мастера мои любимые. Всё. Жду ваши комментарии. Сейчас пойдёмте ещё при дневном свете посмотрим и попрощаюсь с вами. А вот и наш дневной свет. Смотрите, корни. Ну да, они сейчас чутка тепловатые. Но совершенно, как видите, да, это не какой-то контраст сумасшедший. Под каким-то углом они даже и не кажутся жёлтым. Вы видите? Очень всё гармонично, естественно. Ну а сама длина... Ой, сейчас шикарный цвет. Блин, шикарный. Надо ещё попробовать вот этим цветом 1281 на 3% красить. Сейчас у меня получалось... Ну, в принципе, в целом получилось на 3, да? Просто чуть-чуть оксида на 9 оставалось. Ну, очень красиво, очень. Как в старые добрые времена блонд. Всё, мои хорошие. Ставьте лайк, усики, кому нравится мой цвет волос. Пишите ваши комментарии. Что бы вы хотели, чтобы я поэкспериментировала в следующий раз, чтобы довести свои волосы до идеального блонда. Да? Чтобы такой же корень был, без порошка, быстро. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok